Всеармейский антинаркотический заслон Всеармейский антинаркотический заслон Автор Александр Тихонов Красная звезда 23 января 2015 года 18.42 Когда в прошлом году в вооруженных силах начинался традиционный для июня всеармейский месячник армия против наркотиков, министр обороны и генерал армии Сергей Шойгу заметил по этому поводу следующее Звучит красиво, но месяца явно недостаточно Работа должна быть системной И лучше это будет не месячник, а ежегодник Особое внимание министр обороны тогда уделил и проблеме попадания наркозависимых в армию Несмотря на то, что в призывных пунктах проводится обязательное медицинское обследование полностью исключить набор в армию наркозависимых пока не удастся отметил генерал армии Сергей Шойгу и сообщил, что работа по выявлению наркоманов ведется в плановом порядке В каждой воинской части созданы группы по противодействию потреблению наркотиков и их незаконному обороту За 2014 год благодаря взаимодействию военной полиции и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков была выстроена система противодействия наркоторговцам жаждущим расширить рынки сбыта своего смертоносного зелья за счет гарнизонов Читателям Красной Звезды, знающим, что такое военная служба не нужно объяснять, какую серьезную опасность стоит появление наркозависимого в армейском строю Что может быть страшнее автомата с двумя снаряженными магазинами в руках наркомана? Только пулемет или пехотный огнемет? В связи с этим военное ведомство крайне заинтересовано в создании надежной системы выявления в своих рядах наркозависимых Они, к сожалению, могут появиться в армейском строю во время очередного призыва Не исключенный вариант, когда кайфа вдруг захочется кому-то из контрактников и он, вместо того чтобы, так сказать, воспользоваться естественными раздражителями центра удовольствия своего мозга сделает первый шаг в наркотическую преисподнюю, купив зелье у наркоторговца Тестирование на наркотики надо проводить, невзирая на должности, вплоть до министра требует генерал армии Сергей Шойгу А наиболее пристальное внимание при этом необходимо обращать на тех, кто заступает на боевое дежурство и работает с источниками повышенной опасности Во исполнение этого требования в 2014 году в Министерстве обороны было проведено тестирование военнослужащих и гражданского персонала воинских частей и организаций военного ведомства Ряда главных и центральных управлений, главного оперативного управления, главного организационно-мобилизационного управления, главного военно-медицинского управления, главного управления военной полиции Прошли тестирование и заместители министра обороны Военной полицией совместно с военными медиками в прошлом году в ходе внезапных проверок было обследовано свыше 60 тысяч военнослужащих Уличенным в употреблении наркотиков военнослужащим по призыву, как правило, назначалось наказание в виде дисциплинарного ареста с содержанием на гауптвахте А замеченных в этом контрактников увольняли из вооруженных сил Министр обороны обращает внимание на то, сколь важно изменить отношение командиров к существующей проблеме Добиться того, чтобы они не скрывали факты употребления наркотиков подчиненными Если подобные случаи будут утаиваться, необходимо принимать соответствующие кадровые решения и привлекать командиров к ответственности Вплоть до уголовной, требует генерал армии Сергей Шойгу В перечне мер, направленных на предотвращение попадания наркотиков в воинские части, особое место занимает профилактика В связи с этим в ходе прошлогоднего июньского месячника противодействия наркомании армии против наркотиков в частях было проведено множество встреч, круглых столов, лекций, информационных мероприятий, направленных на разъяснение военнослужащими членами их семей вреда употребления наркотиков и психотропных средств С военнослужащими по призыву и контракту, в том числе с офицерским составом, встречались врачи, сотрудники полиции, военной прокуратуры, федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, священнослужители На встречах речь шла о трагических последствиях наркомании и мерах профилактики этого явления в армейской среде, в военных городках среди членов семей военнослужащих, демонстрировались антинаркотические фильмы, проводились видеолектории Тем временем наркомафия продолжала попытки организации сбыта отравы на территории военных городков или вблизи них, учитывая стабильные доходы военнослужащих, ситуация требовала объединения усилий Госнаркоконтроля и Минобороны Для того чтобы на пути наркотиков в воинские части возвести непреодолимую преграду В июне 2014 года министр обороны и генерал армии Сергей Шойгу и директор ФСКН Виктор Иванов подписали протокол о взаимодействии ФСКН и Минобороны по вопросам проведения совместных мероприятий на территориях воинских частей и организации вооруженных сил РФ Этот документ предусматривает основные направления противодействия потребления военнослужащими наркотических средств и пересечения каналов поставки наркотиков в воинские части Проведение совместных с ФСКН мероприятий возлагается на военную полицию Взаимодействие структуры ФСКН и военной полиции стало приносить результаты 20 января сего года офицер данковой части во Владимире майор Анатолий Дикарев был задержан за употребление и хранение наркотиков Как сообщили в пресс-службе УФСКН РФ по Владимирской области, Дикарева задержали в его автомобиле аккурат в момент потребления дозы В ходе осмотра машины сотрудники УФСКН обнаружили и изъяли шприцы со следами инъекций и один шприц, наполненный зельем В поле зрения правоохранителя Дикарев находился с прошлого года По версии следствия, офицер приобретал у неустановленных, пока, лиц наркотики и хранил их Сейчас Дикарева проверяют на причастность к сбыту наркозилия Военным следственным отделом СКР по Владимирскому гарнизону возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, ч. 1 ст. 228 УК РФ Еще один случай появления наркотиков у военнослужащего произошел в конце прошлого года на территории Марии Эл Сотрудники регионального управления ФСКН провели специальную операцию во время командно-штабного учения и обнаружили у одного из военнослужащих по призыву пакет спайса, который он прятал в носке Солдат в ходе следствия пояснил, что употреблял запрещенные вещества еще до службы в армии А обнаруженный наркополицейскими пакет со спайсом ему привезли друзья с гражданки А вот в Красноярском краевоеннослужащий, осужденный за хранение наркотиков, помог поймать продавца зелья Ефрейтор Н. приобрел в краевом центре 0,91 грамма наркотического вещества, после чего был задержан сотрудниками Госнаркоконтроля, которые отслеживали и процесс покупки После задержания военнослужащий согласился заключиться следствием соглашения о сотрудничестве и помог поймать продавца наркотиков, у которого приобретал товар Учитывая это, судья назначил Ефрейтору, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного Ч. 3 статья 30 Ч. 2 статья 228 УК РФ Наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года Надо отметить, что организация совместной работы военной полиции и сотрудников ФСКН позволила снизить латентность наркопреступности в армии и на флоте Следствие – рост выявляемости правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков По каждому факту таких правонарушений осуществляется обмен информацией с ФСКН с целью выявления каналов поставки наркотических веществ То есть борьба даже с единичными случаями наркомании в армии и на флоте становится более эффективной, системной, как того и требует министр обороны И вооруженные силы очищаются от этих негативных проявлений, дабы полностью исключить возможность появления человека с ружием в состоянии наркотического опьянения Прочита на 51 раз